Каспийск – один из первых городов Дагестана, где началась и активно продолжается реализация программы «Доступная среда». Здесь за последние три года в муниципалитете произошли колоссальные изменения для улучшения комфортной жизни людей с УВЗ. По словам помощника главы города Арсена Базаева, центральная часть города уже полностью оборудована для доступного передвижения инвалидов-колясочников. В общем, мы за эти два года в городе делали около 100 пантусов. Это улица Ленина, Халилова, улица Орджоникидзе, Келяшенко, 24-й школа, Назарово, внутри городского рынка. Я могу сейчас уверенно сказать, что этот центр города Каспийск у нас доступная среда, но стопроцентная. Также Арсен Пашаевич отмечает, что в городе были установлены знаки для парковки транспорта маломобильных групп населения. Благодаря таким изменениям проживание в городе для инвалидов-колясочников стало намного комфортнее. Раньше очень было трудно. Если машину парковать в Адоре, то-то проблема, да, мне оттуда сюда 100 метров машина на коляске ехать. А там мне трудно было найти человека, коляску вытащить. Нуждаю действительно в посторонной помощи. Вот это момент, когда вытащат коляску и поставят закин на багажник. А вот это момент. Это вот это все. Благодаря Борису Ивановичу Гонцову, вот эту работу мы делали за два года. Представители администрации муниципалитета совместно с помощником главы еженедельно проводят рейдовые мероприятия по выявлению нарушений по вопросам установки пандусов на коммерческих объектах. В прошлом году тоже в январе делали улицу Ленина обход, вот эти коммерческие магазины, торговые точки. Ну, к большому сожалению, там люди говорили, да, в общем, не делали. В связи с этим помощник главы обратился ко всем коммерческим организациям города с просьбой установить пандусы для улучшения комфортной городской среды. Кроме того, по инициативе Базаева в городе был установлен первый санузел для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Санузел, она в сутки оборудована полностью, и поручень, и умывальники. И под нами сделано, она сама по себе большая. На коляске развернуться, повернуться, это все удобно там. За эти три года, помимо доступной городской среды, были организованы различные развлекательные и спортивные мероприятия. А в этом году у нас еще была сделана экскурсия в Суланский каньон. Да, да, это было благодаря Борису Ивановичу Гонцову. А когда мы туда поехали, а вот ребята, видел бы ребят в глазах, как они радовались. Они говорят, мы о этом даже не мечтали, говорят. Мы вот этот каньон смотрели, готовы на фотографии. А это с чего стоит? Это большое стоит, правильно? Вот эти люди, которые ограничены возможностями, даже думать не могли об этом, что могут поехать в Суланский каньон. И после этого тоже были сделаны разные мероприятия, и были спортивные мероприятия, были сделаны по настольному теннису. На сегодняшний день Арсен Базаев и глава города не планируют останавливаться на достигнутом, а намерены продолжать работу по обеспечению доступной среды в Каспийске.